ДИКИЙ СВИНЬЕ ДИКИЙ СИНДИКАТ ОЛДСКОЛЬНЫЙ, КОНЕЧНО ЖЕ, И это начинается игра Hard Reset, типа жесткая перезагрузка или сложная перезагрузка, игра про восстание машин, ну видимо сценарий новее немножко терминатором, что-то как-то не с первого раза нажалась новая игра, я надеюсь хоть курок на моей берданке будет работать нормально, так новая компания, лучше дополнительный режим выживания, хорошо, хорошо, оформили меню, мне это нравится, Мне кажется, что АвтоВАЗ выглядит так, что ржавые поеденные к коррозии манипуляторы собирают машины, забивая молотком в них болты, сложность средней, пожалуй, лучше я нагну на среднем, чем буду сливаться на эпическом, и вот мы видим, что в загрузке, не знаю будет ли видно на ютубе, но там бинарный код нули и единицы, Тот самый, который был футурами у Бендера, который в Интерстелларе не так давно показывали, кстати, пересмотрел Интерстеллар, знаете, скажу я вам, все равно мне фильм не понравился, но лучше смотреть его дома, потому что три часа в кинотеатре, когда уже хочется закинуть свои ноги на голову соседа, сидящего впереди, это не дело. Я еще сейчас скажу, что переломный момент, когда мне перестал нравиться фильм Интерстеллар еще, потому что в кинотеатре что дома, это монолог тупой бабы про любовь, она по-моему минут пять что-то там втирает, что ее куда-то она ведет, она говорит минут пять, но по ощущениям это полчаса, полчаса просто ванильного бреда. Итак, мы начинаем. Сектор атакован, найдите точку прорыва, соберите все данные, что? Прицеливать с правой кнопкой нельзя, я вижу, что у меня это пушка какая-то или киберрука, нет, наверное, это ствол. Я давно не видел, чтобы текстовые сообщения не озвучивались, вот подобные в игре. Мать-перемать, сука, да это ж миниган. Не повреждайте камеры на младение, а это что такое? Это другой миниган, который стреляет каким-то электричеством, что ли, и мы видим, что на меня нападают кибернетические курицы. Дело в том, видимо, что когда... А что это такое? А почему у меня забрали предыдущий пулемет? Он мне больше понравился. Видите ли, когда компьютер захватил власть на планете, видимо, ему надо было что-то есть, и он стал делать своих киберкуриц, киберкоров, разделывать их на кибермясо, не знаю. Ну а что, логично, понадобились запчасти. Убил курицу, забрал у нее предохранитель. Почему бы и нет вообще? Кто... Господи, так много этих штук. Кто первым придумал сценарий про восстание машин, мне интересно, до кого до первого доперло, что компьютеры начнут сами что-то развиваться. И тем более, что если вы включите первую часть Терминатора, вы офигеете, какой там указан год у Скайнета, у этого, когда он захватит мир. Да сука. То есть там где-то 2010 или 2012 или какой-то такой год там, или 20-й, ну, в общем, что-то очень близкое к нам, практически так же близкое, как назад в будущее. Вот, а на деле... Вообще-то что мне на экране, извините, блять, это прицел или часы, на которых 3 часа дня, я понять не могу, что это было. Вот, в фантастических фильмах в этот год произойдет захват компьютером всего на свете. А на деле не то, что этого нету и этим и не пахнет, а на деле... А я правильно делаю, что пытаюсь убить ее? Обалденно. Ну, мы видим, что здесь уже летающие машины везде. Вот, на деле не то, что никакой компьютер не может ничего захватить, на деле роботы вообще ничего не собирают, все делают китайцы. Поэтому мир захватят тоже китайцы, и далеко не при помощи роботов. Итак, как мне пройти здесь? Это надо нажать... Помощь. Чтобы обратиться за помощью, воспользоваться ближайшим терминалом связи. А это что такое тогда? Терминал использует резервный сочек метания, восстановить энергосинабжение. Ахаха. Вот зачем. Почему-то герой сам переключает оружие сейчас, не понимаю почему. Я что-то не понимаю, туда стрелять надо или что делать? Присесть в игре нельзя, это даже не пайнкиллер, блин. Видимо, надо взрывать стены, чтобы пройти. Потрясающе. Ну, то есть, я понял, вся игра это сплошной замес с роботами при помощи всяких супероружий, типа будущего, но... Внимание, сектор знакомый. И вообще, весь город похож немножко на Готэм-Сити, я не знаю, может мы Бэтменом играем. Снова, снова, кстати, заметьте, шутан оказался в этой рубрике, снова кто-то... Да как же меня это уже затрахало? Что бы у него, блин, а его источник питания, где этот? Ну, это был он? Что за шутан такой, где и двух шагов не пройти, чтобы не пришлось что-то, блядь, уничтожать, что-то открывать, нахуй. Я пойм... Вот идеальный, идеальный шутан, вот, подобный, это Пайнкиллер или Бульфенштейн, не знаю, но... Где ты только занимаешься тем, что всех мочишь, а не думаешь, блядь, над тем, как открыть очередное какое-то, блядь, говно, нахуй, которое тебе дорогу переграждает, ёптой мать. Если вы делаете шутер, пусть это будет шутер, я поэтому и халфу не очень любил, потому что... Потому что это, блядь, задачки, типа, принеси ящик, подставь его, блядь, залезь на него и перепрыгни, это мне было вообще совершенно неинтересно и нахуй не нужно. Так и здесь я, блядь, понять не могу, ёбаный насос, блядь, какой нахуй источник... Выкини нахуй эту пушку, блядь, рукопашную, дерись, блядь. Какой источник, блядь, питания, ёптой мать. А, вот он пушки меняет на QE. Даже на колесо мыши поленились сделать переключение оружия. Что, блядь, ещё? И как него, блядь, уничтожать-то, ёбаный? Хе, блядь. Не знаю, может каким-то, блядь, рикошетом надо туда попасть, блядь. Источник питания, блядь, уничтожить надо. Хорошо, ёптой мать. Только он стоит за поворотом, ничего тогда, и мне туда нихуя никаким раком, блядь, не выстрелить. Но игра хочет, чтобы я уничтожил, блядь, ну да. Видимо, здесь можно обойти. Ай, ёптвою мать. Как же меня это бесит. Это что за... Блядь. Опять курицы отчухались. Сука. Что за покупки? Что? Покупки в счастье. В каком счастье? Чё? Жопу можно купить чью-то? Новейшие биологические имплантанты, ручную работу. Уникальный прыжин, случайно, да. Жопа неплохая, даже статуировка сразу. Как купить? А здесь юща, а в ней дырка есть. Полный комплект дырок должен быть за такие деньги. Не знаю, я не вижу. Чёрт, я разбил его в колонии. Я судорожно жал на Е, на самую популярную кнопку, которая означает действие. Но на Е он здесь, блядь, меняет оружие. Ага. Так, источник питания научит тоже. Где же он? Да, сразу не разглядишь, что здесь где. Терминал усовершенствования. Обалдеть. Я смотрю на это, знаете, как пещерный человек, который в будущее попал, блядь. Вокруг меня вся эта хуйня крутится. Я просто, я просто возьму дубину, ёбну пару раз по этому шкафу, потому что я, нахуй, даже не хочу пытаться понять, блядь, что это там, нахуй, везде летает вокруг меня такое. Терминал усовершенствования. Да ебало я. Я не нашёл кнопки приседать, потому что ни на С, ни на Ctrl, блядь. Мне даже вот интересно, нахуй. Ну, на какую же, блядь, кнопку можно приседать? Даже не на правую кнопку мыши, как в дебильных играх. Давайте, блядь, посмотрим, на какую кнопку мыши здесь приседания. Блядь, они здесь вообще есть. Значение клавиш, ну, давайте. Смена оружия, F и E, блядь, гениальная, нахуй. Альтернативная атака, правая кнопка мыши, не работает. Режим оружия 1. Режим оружия тоже нету. Следующий режим. Ага, режимы оружия будут, колесо мышки переключаться. Хорошо, перемещение, понятно. Стрелка влево острову. Прыжок, бег, взгляд вверх, взгляд вниз, разный. Да, нету никаких приседаний. Поэтому я не понимаю, что как я здесь должен пройти. Я думаю, что вот в этот треугольник между пламенем, но, видимо, нет. Я что, киборгом играю? Почему я не могу присесть? Что за это? Странная такая странность. А, еще прикольно из линейных шутанов это Дюк Нюкин, конечно. Да, даже ремейк. Просто идешь, просто стреляешь там. Ну, сингулярити еще, я не знаю, куда-сюда там. Бесконечный миниган, как здесь, блядь. Да. Но там еще хоть какой-то сюжет, там прошлое, будущее. Но я все равно сингулярность не прошел до конца, потому что... Потому что мне что-то не понравилась эта тематика. Отлично. Прекрасно, прекрасно, классный шутан. Даже не знаю, а такие игры, понимаете, они хороши, чтобы обкуриться или набухаться, сидеть, залипать в экран на эти красивые вспышечки, на это красивое все. Но я не знаю, зачем целенаправленно играть в такую игру, где... Где все настолько примитивно. То есть просто... О-ло-ло, бегу, стреляю, все круто. А я снова здесь. Ну, то есть, да, это полностью пайнкидерская тематика, я так понимаю. От отрезка до отрезка ходишь, и на тебя нападают постоянно где-то роботопилы. Уж сколько таких игр выходило. В общем-то, шлягером стали какие-то единицы, я не знаю. Потому что шутан шутаном, но... Смысл-то тоже какой-то должен быть. Помимо сюжетного, я не знаю, как это описать, но... Вот, например, когда играешь в Battlefield, на прохождение, ты играешь, и там везде война. И ты чувствуешь, что это война, что ты не один нагибаешь вражескую армию, как во всех дебильных играх. Типа вот таких вот. Ты действуешь в составе войска, и действительно, и даже это выглядит, как реальная война. И ты просто, ну, не знаю, вливаешься в эту атмосферу, господи. Вливаешься в этот ритм игры, просто ты идешь, там бам-бам, все. Еще хорошо, если там какие-то скрипты есть, типа там дом разрушится, или еще чего-то. Но здесь, я не знаю, это... Лучше бы эта игра была Терминатором, и я также Терминаторов мочил. Потому что игру бы спасло то, что я люблю Шварценеггера, блин. И фильмы Терминатор, на первые два. Вот. Но здесь играешь непонятно кем, непонятно чем. Враги, враги, вот это стадо врагов выглядит абсолютно убого. Какие-то, блядь, жалкие долбаные курицы с пилой. Я посмотрел там пару отзывов, да, играю. Игра некоторым людям прям зашла, а 10 из 10... Ну, не всегда, у любой игры найдется человек, который поставит ей 20 из 10 этого. Вообще не новость, не сюрприз, но... А, вот он, робот-бомба, которого нельзя убивать, да? Но за что этой игре ставить 10 из 10, я вообще не понимаю. А, еще... Мега-зачетный шутан такого плана Буллит Шторм. Да, я видел заявку на него, кто-то кинул. Там особенно эпично было бить хлыстом или, конечно, челкнутом, откидывать людей на сетку. Я прошел всю игру и прошел ее очень быстро, по-моему, за день или за два. Потому что, ну, реально игра зашла. Там был сюжет какой-то про спецгруппу, которые поручили убить невиновного. И там в муке совести сразу американские диваны. И телка там была симпотная. Поэтому зачет. Здесь вместо симпотных телок есть страшные роботы. И выглядит это, ну, я знаю для кого-то игра. Для фанатов Кваки и Анрила. Я ни в то, ни в другое играть не любил. Мне ни то, ни другое не нравилось, честно говоря. Ни Квейк, ни Анриэл, я не понимаю. Не понял этого прикола. Вот Counter-Strike понял. А когда в Анриэл по сетке в клубе играли, это я не понял. Как-нибудь можно включить компас и посмотреть дорогу? В Пайнкиллере, когда в одном отрезке, на одном отрезке накосишь людей как следует. Ну, всех убьешь. А тебе показывают, куда идти. Там и мигает, и музыка играет. И это удобно. Здесь ни хрена подобного нету. И это неудобно. Ну-ка. Нет, не оптическая. Вот, пламя. Ну-ка. Видимо, я не то улучшил, потому что у меня ни хрена не автомат. Но это не отменяет того вопроса. Куда мне идти здесь? Вот она, блядь, открытая. Нет, это очередной гараж. Вот. Объясните мне, каким... Чем я должен... А, вон она, блядь. Ёптель. Странно. Вроде на экран смотрю, почему ни хера не видно. А они отсюда или пришел-то? Или тут просто все однообразно до утрачки. Да, я хожу вокруг какой-то... Вокруг какого-то дворика, по-моему, всю дорогу. Из-за этого... Из-за огня этого пулемета я даже врагов не вижу. Биошок, кстати, тоже, в общем-то, шутан. Ну, какой шутан, вот, который вот, ну, прям, не знаю, нельзя назвать примитивным, потому что в каждой части были свои приколы, а в последнем, Infinity, еще и сюжет, мудренный-перемудренный. Я думаю, что Майкл Бэй кино попозже снимет про это дело, если он уже не вдохновился этим, снимая Интерстеллар. А после того, как я поджег свою жопу костром два раза, задание все-таки выполнено. Это успех. Ой, а можно я попробую джойстик подключить? На джойстике, мне кажется, эта игра будет особенно хороша. Тем более, что цель никуда не надо, достаточно шмалять веером от бедра. О, да, он работает. В начале игры не было никакого заставочного мультика. Не было никакой заставочной миссии, не было вообще ничего. То есть, кем мы играем, что мы играем, это, видимо, написано на коробочке от игры, и надо ее читать, чтобы быть в курсе этого сюжета. Довольно странный ход, я бы сказал, довольно редкий ход, потому что ход абсолютно дерьмовый. Любая игра нормально начинается, как правило, с, сука, введения в сюжет. Вспомните, в Пайнкиллере он разбивается на машине, в Думе он прилетает на Марс. Здесь, блядь, я кто вообще? Я человек? Почему у меня нету ног? Отсутствие озвучки вот этих заданий дополнительно говорит о том, что игра какая-то малобюджетная. И, ну, в принципе, что, если учесть, что я никогда даже не слышал о конторе под названием «Летающие свиньи», то чему тут, собственно, удивляться? Да, ну, на джойстике я сейчас зажгу, походу, вообще. Ох, да. Чувствительность вообще классная. Пизда-то. Джойстик жжет, как обычно. Мне вот интересно, как они на консолях в свои шутаны играют. Это же, наверное, просто, блядь, самое сложное. Это сложнее, чем Dark Souls включить, наверное, человеку, блядь, Battlefield. И дать ему джойстик, блядь, пусть проходит. Посмотрим, как получится. Не, ну, через какое-то время освоят. Да хуй он что освоит? Понимаете, что главное неудобство в игре к геймпадам в том, что мышкой ты вручную регулируешь скорость поворота. То есть, если тебе надо быстро повернуться, ты быстро дергаешь рукой. А там такой роскоши нету, чтобы быстрее нажать стик и быстрее повернуться. Там ты заранее настраиваешь чувствительность. И чтобы повернуться медленно, приходится еле-еле нажимать стик. Что вообще неудобно и бесит. Что в гонках, что, блин, шутанах. То есть, к этому долго надо придрачиваться. К нежному обращению со стиками. Для того, чтобы играть нормально в шутаны. Здесь, я слышу, какое-то подобие музыки играет, что ли. Ну, в Пайнкиллере, в принципе, музыка была практически треть успеха игры. Ещё они нападают сзади, что бесит ужасно. И я сдох, отлично. Вообще классно, вообще классно. То есть, среди всех примитивных шутанов, этот какой-то самый примитивный. Он как будто, знаете, застрял на уровне развития второго дума и первого. Просто, просто это, как бы, перевели на новый движок. Добавили вертикальную наводку. И вот вам шутан готов. Бегают какие-то роботы, которые, которым, знаете, здесь, из-за того, что враги такие дерьмовые, даже в голову целиться не надо. Потому что у врагов нет головы. Поэтому, поэтому ты просто поливаешь огнём влево-вправо из всего грёбаного мини-гана, блядь. И нравится это может, наверное, только школьникам. Потому что, ну что это за ересь? Уж какой я херовый... А, и мне здесь не выйти, потому что герой не может даже прыгнуться, блядь, конечно. И я в углу, я зажат. Эту игру, наверное, видимо, надо оценивать исключительно с визуальной точки зрения, что выглядит она заебись. Всё. Больше мне ничего заебатого нету. Вообще ничего. Либо просто я не заметил, потому что такой свин, который иногда просто подчас не может оценить эти игры. Вообще заебись. Просто классно. Они так резко ко мне подбегают, блядь. Да, а такая графика пошла просто, я не знаю, по боку. Видите, выглядит игра действительно очень хорошо. Вот так бы, так бы Doom выглядел следующий. Да, я не могу прыгнуться. Вот как я, как, в принципе, взрослый человек, не могу не психовать при виде вот такой тупости, блядь. Что вот это существо, которым я играю, не может, сука, присесть. Это просто за, за, сука, затупка на ровном месте. И что они там курят? Фаянс. Полень зя бля. Написано. Там, где Минздрав предупреждает. Фаянс. Интересное название. Сейчас, видимо, начин. Я что, слышал русскую речь? Господи. Какой кошмар. Я думал, здесь игра глухонемых. Но нет, всё-таки они разговаривают. Ой, ну не стоило прям вот озвучивать ради двух слов. Ой, не стоило. То, что снова два слова прозвучало, и снова тишина. Мне интересно, я точно прохождение запустил? Может, я запустил выживание режим случайно? Надо будет посмотреть, что тогда за режим выживания. Потому что что-то я прям вот усомнился. Ну, больно уж. Так, очередной, очередная, очередная, сука. А, здесь сразу теперь выключается. Теперь не надо смотреть, куда там идут провода. Здесь даже не надо во врагов целиться. Лучше глазами искать всякие штуки, которые можно взорвать рядом с ними, чтобы они подохли. Не знаю, радость от этой игры можно испытать только если новую видяху купил после того, как у тебя не шли красивые игры, и ты играл в Майнкрафт. И вот очередная, очередная, сука, ситуация, где главный герой должен присесть. Но мне предлагают не приседать, а запрыгивать. Ну что ж. Антилогика налицо. Очень круто, очень впечатляет. Мне кажется, что эту игру я видел достаточно. Я понял, что надо взрывать машины. Взрывать бочки у них под ногами. И это нифига не прикольно, потому что... Блядь, потому что это просто пиздец. Вместо того, чтобы целиться им в головы, а в какие-нибудь конечности пытаться им отстреливать, да, вот... Согласитесь, насколько лучше бы смотрелась эта игра, если бы нормальным сильным роботам нужно было отстреливать ноги, стреляя в колени, отстреливать руки, стреляя в локти. То есть обезвреживать их различными путями. Но здесь надо просто стрелять в машину, когда они рядом с машиной, стрелять в бочку, когда они рядом с бочкой. И всё, из этого состоит вся игра. И при этом её старались и рисовали, и нарисовали неплохо. Зачем? Непонятно. В общем, опять очередная загадка с дверями. И чихал я, честно говоря. Мне просто интересно, если вся игра вот такая, то что же там в этом дополнительном режиме? Вот, режим называется выживание. Сейчас посмотрим, что здесь. Зал прибытия, уровень сложности средний. Ну, игра мне показалась даже на среднем уровне сложности довольно сложной, потому что... Я скажу почему. Не потому что тут какое-то управление там дебильное или ещё чего. Просто маленькие взрывающиеся роботы очень похожи на обычных роботов-куриц с пилой. И это... То есть даже врагов разных рисовать было откровенно впадлу. Но смотрится эта игра, на мой взгляд, даже лучше, чем Alien Isolations. Вот чисто в плане графики. А, ну то есть мочил его на время теперь. Это всё, чем отличается в дополнительном режиме. Я бы удивился, если бы в дополнительном режиме здесь, блядь, не знаю, гонки были. Но... Удивился и так вообще, в общем-то, наличием такого дополнительного режима, который здесь вообще ни к голове, ни к жопе. Если за игру ты убил недостаточно... Кстати, в этом режиме, который называется выживание, врагов меньше, чем когда ты просто игру проходишь. А, следующая... А, ну конечно, это же волны, волны, да. Сейчас первая волна состояла из двух курицеподобных роботов, а теперь маленький вертолётик прибежал. И этот вертолётик просто пилит мою жопу там где-то сзади. Да. Уникальность. А вы, главное, если захотите написать комментарий очередной, что я там играю, чтобы обосрать эти игры, или что, зачем нужны вообще эти... Эти, блядь, 30-минутные взгляды на эти игры, вы мне напишите хотя бы вот, в чём относительно конкретно этой игры, я не прав, в чём её фишка, в чём её крутость. Вот у каждой игры, в принципе, должна быть своя фишка, да, которую, благодаря которой, да пошли вы жопу с своими телефонами, благодаря этой фишке эти игры продаются. В сингулярности это было время, да, там, время вспять, время в будущее, то есть можно было искривлять время и пространство. В Duke Nukem это был юмор, там, в Биошоке сюжет, ещё что-то там где-то. Пайнкиллер просто был крут. А здесь-то что? Здесь-то в чём прикол, блядь? Я просто хуячу из пулемётов веером от бедра по разным некрасивым роботам, блин, и это отстойно. Если эта игра произвела всё время революцию в графике, то, извините, это я ещё могу понять, но больше ничего понять не могу. Так что, на этом, думаю, хватит, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. И адьё. Субтитры создавал DimaTorzok